Секундочку. Приветики всем моим косметоманчикам. Сегодня я покажу вам немножко своих покупок косметики. Первое, что я хотела бы отметить, это вот такая новая тушь. Бест Клаби Маскара от Релоус. Как Рело... от Релуи. У меня почему-то привычка называть Релоус. Ну, по приколу. В общем, ее я попробовала. В ней такая очень пышная щеточка. Клаби это просто вообще обманка полная, потому что, ну, какое Клаби, если оно... А ресницы получаются максимально пышными. Идеально разделяют. Туши вообще не чувствуется на глазах. Смывается она, ну, я бы сказала, солнечновато и не до конца. То есть, где-то в корнях ресниц у вас после нее останется такой небольшой след. Напоминание о том, что вы красились. В общем, щеточка такая гусеничкой. Очень большая и пышная. Вообще, пишут про нее, что она пачкает века очень сильно. Но я бы сказала, что силиконовые щеточки, извините меня, гораздо больше пачкают века. Потому что здесь такие длинные щетинки, которые, ну, как-то сложно ими что-то поставить. Она такая, ну, пока новая, она еще очень жидкая. И все нормально с ней. В общем, она действительно ежедневная. Я не знаю тогда, что делает такая салатовая упаковка Дейли Маскара. Которая, как бы, действительно Дейли. Ну, в общем, такая это на каждый день. В два слоя, может быть. Ну, пока не засохла, полностью ее не изведала. Огромный ее плюс, который мне очень нравится, эта упаковка. Вот как будто мне дали награду за что-то. Посмотрите, как все продумано, как все сделано сложно. То есть, не просто круглое, стандартное, обычное. А вот все такое вот треугольником. В общем, пока смутные ощущения от нее. Позже расскажу, как оно будет дальше в использовании. Следующее, что я купила, это вот такой бальзамчик для губ. Ромашка. И что меня удивило? Приятно удивило. Это, так, Велор Дисижн. Велор Дизайн. Это то, что запах у этой помадки. Приятная матовая упаковка. Запах такой, как бывает у стержней. У стержней. Когда вы пишете, ручки с запахом. Вот точно такой же запах. Это просто божественно приятно. Что обещает производитель? Экстракт ромашки содержит целый комплекс витаминов и микроэлементов. Одним из его основных целебных компонентов является Азулен. Не знаю, что за Азулен. Успокаивающие процессы регенерации. Помада оказывает сильное питательное, смягчающее и успокаивающее действие на кожу губ. В общем, запах просто супер. 4 грамма. Сейчас покажу, как она выглядит внутри. Я ей тоже уже начала пользоваться. Губы хорошо увлажняет. Не нужно делать миллион круговых движений в день. То есть, хватает эффекта. То есть, когда уже помада сотрется с губ, хватает эффекта еще ненадолго, чтобы губы оставались мягкими. Так выглядит скошенный край по сравнению с предыдущими помадами. Закончилась вот эта моя помада, которая была с облепихой. Там был такой плоский край, она оранжевая была. Вот она как каменная. Вот просто каменный кусок из непонятного монолита. То, что я никогда в жизни больше не куплю. А вот эта помада, которая у меня была от Рилуи с бисаболом для мужчин. Вот эта черная. Ей сейчас пользуюсь не я. Она настолько легко топится на губах. Ну, то есть, у нее такие остаются, как после блеска. Очень сильно легко вот эта температура плавления у нее быстро работает. Пока помада нравится. Не остается такими ни комочками на губах, ничего. Ну, такая просто приятная. Какую ошибку я совершила? В общем, я давно хотела купить пару детских мыл. И у меня закончились все-все мои шампуни. И вчера, помните, я рассказывала про мыло доксом? Вчера я помыла им голову и просто ужаснулась, какие остались волосы. Они все в дрипухе, остались склизкими, тяжелыми, противными, жирными. Не повторяйте такого эксперимента. Мыло абсолютно не подходит для головы. Не то, что там вы им там не помоют. Они просто не вымоются должным образом. В общем, вообще для этих целей я купила еще детским. Я хотела попробовать, как оно, детским мылом помыть волосы. Просто в данный момент шампуня нет. Я думаю, что я его куплю какой-нибудь. Вот одно из этих мыл я сейчас начну для рук, для лица. Просто детская мыльца обычная. Здесь 90 грамм. Жировой комбинат. Мыло туалетное детское. Фирма Greenline. Такое мыло у меня уже было недавно. С лаймом. И вот оно впечатлило чуть получше и побольше. Смеюсь, потому что камера трясется. Руки не держит. Впечатлило побольше, чем я брала его с земляничным таким огромным куском. Помните? Обзор на дешевое мыло снова в сети. У мыла запах я при вас сейчас даже распакую, потому что мне сейчас нужно как раз мыло. Сейчас я покажу, какое оно внутри. Запах нейтральный, детский, паршивенький. О, вылазь. Форма такая же, как у Greenline. Я вам Greenline форму не показывала. С лаймом, который у меня был. Вот, такая же форма точно. О боже, какой отвратительный запах. Дети моют деток. Отвратительно. Да, здесь нету каких-то сильных отдушек. В общем, пойду просто положу его на кухню мыть руки и покажу, что я приготовила. Расскажу маленький рецептик вкусного омлета, который недавно для себя открыла, а начала делать по-другому. Итак, момент истины. Сейчас посмотрим, как это. Ух ты! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. В общем, сверху сразу скажу, здесь мраморный сыр 45%. Это мой вариант сыра, который я ложу на омлет. Омлет без сыра, это не омлет. Красотища! Жалко трогать. В общем, здесь. Записывайте. Одна столовая ложка муки без горки, два яйца, яйца самые дорогие, которые только были в магазине. Решила шикануть. В общем, эти яйца очень легко взбиваются. Я взбиваю просто вилкой, потому что нет специального кода приспособления. Думаю, многие меня поймут. Маленькая-маленькая микрощепоточка сахара, микрощепоточка соли, но соли чуть больше, чем сахара. Потом сюда добавлен спред. Блин, какая-то тетка смод. Вот сука! Ладно, продолжим. Здесь добавлен спред. Большой такой кусок. Вот такой где-то кусок добавлен. На саму сковороду. Остальное добавлено вовнутрь. То есть я попыталась так раздавить, и все, здесь больше ничего нет. Сыр я добавляю практически в конце всего приготовления. Накрываю игрушкой, чтобы он так расплавился. Вот так красивенько получается. Сейчас я это все положу и буду есть с колбасой. Колбаса у меня мартедела, высший сорт. Сейчас покажу, как выглядит общее блюдо. Вот он, общий вид блюда. Это я есть буду слева, получилось жирновато, потому что последний спред, знаете, я просто набахала его. Буду есть с вот таким хлебом. Также заварила себе чай. У меня новый чай, это Кертис. Кертис пока самый лучший чай, который я пробовала. Вот он, 20 пакетиков. Мне нравится, что он такими капроновыми пакетиками. Прочно приделана нитка, прочно приделана вся упаковка. Вот все просто настолько продумано. Вкус божественный. Белый чай, это что-то такое прям вау. Смотрите, сколько его нет. Он практически кончился. Только куплен. Обзор на чай Кертис. Это чай, на упаковке нарисован драконий фрукт. Вот такой капроновый пакетик. Внутри довольно такие крупные листочки. Всякое здесь есть внутри. В общем, такой пакетик я сегодня себе заварила. И так, в общем, долаживаем сюда недостающие элементы. И хлеб долажим. Где его дело? На обед борщ. Сейчас расскажу, как я его готовила. Была уже готовая со вчерашнего дня свекла, которая сначала была мелко изрублена. В таком виде она стояла в холодильнике. Потом я налила в кастрюлю воды, закипятила. Почистила одну огромную картошку. Закинула ее в воду. Потом через какое-то время я сделала зажарку из лука. Лук вот здесь видно его. Не очень мелко нарубила. Морковка была очень-очень мелко на терку потерта. Всегда лежит готовая замороженная в морозильнике. И эту зажарку я бросила после того, только как я посмотрела, что практически готова картошка. Потом я закинула свеклу. Потом зажарку. И это почти в самом конце зажарка была закинута, после свеклы. То есть, всего он готовился где-то минут 30. Потом я добавила туда уже готовое мясо, просто закинула. Сам суп я совсем немножко солила в самом начале. И вот так вот немного постоял. Уже подостыл. Можно есть сейчас. Это, наверное, второй мой борщ в моей жизни. Не знаю. Так, по-моему, второй или третий. Обычно супы я не люблю, никогда не готовлю. Вот тут разок такое исключение. Лайк, подписка, колокольчик. Пока что пока!